Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и сегодня в программе. Школу в Верхней Беранде достроят к сентябрю. Процесс взял на контроль глава Сочи. Мобильный госпиталь развернули в Ермоловке. В Сочи завершилась всероссийская тренировка по гражданской обороне. За хороший дом управляющей компанией готовы и подраться. Яблоком раздора стал комплекс «Парк Горького». На старте победители Рио. В Сочи пройдет чемпионат России в олимпийских классах яхт. Мед, сыр, мясо, а также товары народных промыслов. Шестая кубанская ярмарка открылась в Краснодаре. Сотни сельхозпроизводителей кубани представили свою продукцию как для оптовой, так и для розничной продажи. Кубанскую ярмарку уже давно называют региональной «золотой осенью». По масштабам и представленным товарам она сравнялась с московской агровыставкой. Открыл ярмарку глава региона Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Владимир Бикетов и замминистра сельского хозяйства России Евгений Громыко. Как отметил губернатор, сегодня сельское хозяйство нашего региона показывает выдающиеся результаты. А это значит, отраслью заниматься выгодно и перспективно, а только нужно помогать аграриям. Праздник есть, потому что урожаи это рекордные. Но эти рекордные урожаи нужно продать. Нужно и заработать. Иначе нет смысла говорить о каких-либо росте. Если роста в кармане, каждого селянина не будет. И сегодня задача власти в целом и моя, и администрации, и собрания нашего сделать так, чтобы селянин мог зарабатывать. Чтобы фермер мог зарабатывать. Личные подсобные хозяйства могли зарабатывать. Иначе нет смысла в этой беспрецедентной господдержке. И есть огромное сегодня сельское хозяйство с его огромными результатами. Не будет давать, ну, хотя бы не огромную, но хорошую прибыль. После открытия губернатор осмотрел павильоны и представленные товары. Ярмарка в экспонате будет открыта до 9 октября. К другим новостям. Более 500 сочинцев вступили в ряды городских волонтеров Кубка Конфедерации 2017 года. Но прием заявок продолжается. Напомню, матчи Кубка Конфедерации пройдут с 17 июня по 2 июля одновременно в четырех российских городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи на стадионе Фишт. Городским волонтером может стать любой житель Сочи в возрасте от 16 лет. Ограничений по верхней возрастной планке нет. В Сочи активно развито движение среди представителей серебряного возраста. Волонтерами становятся и жители других городов – Санкт-Петербурга, Мурманск, Ростова, Волгограда и Краснодара. Всего в Сочи предстоит набрать чуть более 1100 человек. Всего на Кубок Конфедерации 2017 года нам нужно набрать более 1000 человек. А если быть точным, то 1130 человек с учетом резерва. Основные функции городских волонтеров – это, конечно же, создать атмосферу гостеприимства, встречать наших гостей, болельщиков на входных воротах, так называемый аэропорт, ЖД-вокзал. Организовать последнюю милю – это то расстояние, которое проходят зрители от ЖД-станции до непосредственно места на стадионе. И, конечно же, мы ожидаем, что в 2017 году будет организован фестиваль болельщиков, который будет работать в каждодневном режиме, будет большое количество конкурсов, трансляций, матчей. И там тоже, конечно, необходимо большое количество волонтеров. Заявки принимаются до 31 декабря в Муниципальном центре развития волонтерства на Советской 26А. Школу в селе Верхняя Беранда достроят к сентябрю 2017-го. Новый учебный год юные жители поселка встретят уже в новом учебном заведении. Впрочем, там строят не просто школу, а целый образовательный комплекс. Все подробности в нашем следующем материале. Рисунок на асфальте как последнее напоминание о старом школьном дворе. От здания 88-й школы в Верхней Беранде осталась груда камней. Постройку середины прошлого века, которая ни разу не видела капитального ремонта, в итоге признали аварийной, демонтировали. Рядом продолжают строить два здания школы на 200 мест. Основное трехэтажное и спортзал. А этот экскаватор роет котлован под фундамент для детского сада на 40 малышей. На этой же территории появится и спортивное поле, то есть вырастет целый образовательный комплекс. Окончание строительства ждут с нетерпением не только жители Верхней Беранды. Дело в том, что в 88-ю школу ходили и сочинцы из нескольких соседних поселков. Детского сада тоже очень ждут. Анжела Пашьян возит внучку в детский сад в Головинку. Сейчас Ариане четыре. Через пару лет радуется бабушка, девочка сядет за парту уже в новой современной школе. Эту строительство мы уже сколько лет ждем. Все обещали, обещали. Но наконец дождались, можно сказать. Ну, чтобы они быстрее докончили эту школу. И в садик скоро, наверное, пойдем. Бетонные работы строители обещают закончить до конца года. Для этого увеличат количество бригад, которые будут трудиться в две смены. А в самом начале 2017-го уже приступят к отделке, чтобы распахнуть двери для школьников к первому сентября. О тэпах работ на встрече с главой города Анатолием Пахомовым рассказал его заместитель по строительству. На нами был откорректирован проект, который был разработан в 2013 году. Но там были некоторые замечания. Значит, проект прошел повторную госэкспертизу. Соответственно, отыграли контракт. У нас не должно быть такого подрядчика, который будет осваивать деньги. У нас стоит задача построить школу. До 1 сентября. И поэтому у него не должно быть такого. Я освоил, больше денег нет. Он видел, за что он берется. Он понимал, что других денег не будет. Количество жителей города резко увеличивается. Естественно, у жителей есть дети. Эти дети идут в детские дошкольные учреждения. И задача властей в полном объеме все эти желания и все необходимости обеспечить. Также на встрече говорили о продолжении строительства в сочинских селах фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них строят в селе Прогресс Хостинского района. Уже выполнены работы по заливке фундамента, обустройству стена, выставлена опалубка для заливки перекрытия и установлены локальные очистные сооружения. Первых пациентов ФАП примет в конце декабря. Медпункт станет хорошим новогодним подарком для жителей Прогресса. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, Максим Ковригин. Телекомпания ФКТ. Борьба с самовольным строительством в Сочи продолжается. Властям удалось многого достичь. Но на 13 незаконных объектах застройщики пытаются продолжать работы, несмотря на все запреты. Накануне сложившуюся ситуацию обсудили в администрации города Сочи. В вопросе незаконного строительства город добился определенных результатов. Количество нарушителей с весны 2016 года сократилось в три раза. Но полностью тема самоволок пока не закрыта. Некоторые застройщики ведут себя прямо так и вызывающе, игнорируя все предписания властей. Таких строек по пять в Центральном и Адлерском районах, две в Хосте и одна в Лазаревке. Судьбу каждой рассмотрели члены Координационного совета по пресечению незаконного строительства. К собравшимся на совещании чиновникам и контролирующим службам первый вице-мэр обратился с претензией. Почему при наличии исполнительных листов самоволки все равно растут? Есть деятели, которым все ни по чем. У них везде друзья, у них крыши, у них связи, у них блат. Поэтому нам эту ситуацию надо завершить. И я думаю, что не должно быть того, что мы сегодня наблюдаем. Остались какие-то несколько, извиняюсь, деятелей, которые мы не можем победить. И у меня возникает вопрос, почему? Нельзя так останавливаться на достигнутом. Мы многое сделали, мы многое решили. Но у нас сегодня еще 20 объектов, которые публично, публично, с вызовом ко всем структурам, правородительным, ко всем органам власти, коммуникации. Поэтому нам надо обвинять усилие. Все объекты незаконного строительства администрации уже отключены от коммуникации. Но застройщики не дремлют и доставляют на стройплощадки прожекторы и генераторы. И стройку ведут по ночам и в выходные. Один из выходов – круглосуточный мониторинг. Уверены в управлении земельного контроля. Мы практически тем же составом, который сейчас находится здесь, мы за два месяца сделали огромную работу. Сейчас тот же состав не может справиться с 13 объектами. Я считаю, что здесь или заинтересованность есть некоторых дорожастных лиц, или прослеживается здесь халатность дорожастного преступления. Я это только так могу расценивать. То есть надо принимать нам меры радикальные, чтобы организовывать дежурство круглосуточное. Я считаю, только тогда мы можем с этим полностью остановить этих застройщиков. Всего по искам администрации Сочи в настоящее время судами рассматривается 201 дело о сносе самовольных построек. Из них 26% разрешаются по искам о сносе многоквартирных высоток. Больше половины возведены без разрешения на строительство. Наибольшее количество таких самовольных объектов приходится на Адлерске 55% и Центральный район там 25%. Полный перечень этих объектов опубликован на сайте администрации Сочи. Очередной координационный совет уже с участием прокуратуры намечен на конец октября. Инга Габешия, Максим Каврегин, телекомпания «ФКТ». Драчливый экс-сотрудник «пятерочки» арестован. Сочинский суд наложил на молодого человека административный арест. Напомню, 4 октября в магазине на улице Тоннельная сотрудник «пятерочки» ударил кулаком одну из покупательниц. Происходящее было снято на камеры, видео попало в СМИ и быстро набрало популярность. Драчун потерял работу, также он был задержан полицией по статье «Мелкое хулиганство». Теперь мужчина проведет 7 суток под арестом. В Сочи завершился очередной этап тренировки по гражданской обороне. Медики вместе со спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС выезжали по левым мобильным госпиталям в район села Ирмоловка. Там, по легенде, произошло землетрясение, люди получили травмы и им необходима помощь. Прибыв на место, сотрудники ЮРПСО развернули мобильный госпиталь. Это операционный блок и медицинские модули. На протяжении двух дней спасатели принимали у себя в лагере условно пострадавших. Совместно с сотрудниками Горздрава Сочи оказывали им необходимую помощь. Операционно-реанимационный блок полевого госпиталя полностью оборудован всем необходимым. В нем можно проводить экстренные операции под общим и местным обезболиванием, реанимационные мероприятия в автономном режиме. В 2008 году медицинский госпиталь применялся во время работы в зоне военного конфликта в Цхинвале. Также в 2014 году на протяжении нескольких месяцев медики ЮРПСО работали на территории Ростовской области, помогая беженцам из Украины. Борьба за многоквартирный дом в центре Сочи. Управляющие компании не могут поделить жилой комплекс парк Горького. Сами жильцы такой борьбе не рады. Сегодня собственникам квартир пришлось отстаивать свое право голоса. Парк Горького введен в эксплуатацию в 2011 году. С тех пор обслуживанием дома занимается сам застройщик, управляющая компания Парк Горького. До недавнего времени жителей новой высотки устраивало все. Устраивает и сегодня, уверяет инициативная группа. Подтверждение тому анкеты голосования. Но у управляющей компании Сочи жил сервис групп. Свой протокол, который доказывает обратное. Сегодня они решили взять бразды правления в свои руки. Собственники квартир жилого комплекса на Горького такие действия посчитали рейдерским захватом. Захват дома вообще на такой степени незаконный. До сих пор не были предоставлены эти копии бюллетеней. На основании чего он зашел на наш дом. Нарисовал этот протокол. У нас есть решение суда, что запретить ему вход на нашу территорию. Он в принципе не может быть собран даже к ворам. Поэтому мы так ярко отстаиваем. У нас все устраивает. На все устраивает. Просто вот это беззаконие наводит на всякие нехорошие мысли вообще страны. Почему этот человек все так беззаконно ведет на территории нашего дома. Почему мы должны все нервничать. Почему мы должны грудью остаивать. У нас есть постановление. У нас все есть документы. Почему мы должны вообще в наш обычный день. Нас всех трясет. К слову, протокол, по которому за Сочи жилсервис проголосовало 99% жильцов, самим жильцам не предоставили. Зайдите любой на сайт ЖКХ реформа, где должны быть раскрыты все сведения о Сочи жилсервисе, не раскрыто ни по одному дому. Мы писали уже не только мы, также собственники «Остром мечты» не раз запрос. Почему такое халатное отношение и покрывательство к этой организации. Представители данной организации от комментариев отказались. Руководитель Сочи жилсервис групп Вячеслав Камнев свою точку зрения пообещал озвучить позже. В нынешней же управляющей компании уверены, на них жильцам жаловаться нет причин. Вот сегодня пришла другая компания, которая практически говорит о том, что нам надо просто отсюда взять и убраться. Я считаю, что это преждевременно, потому что жильцы подали в суд. Они пришли в роли хозяевов, отдайте нам ключи, вон там притащили какие-то болгарки, сварочные аппараты, хотели что-то поломать, может быть. Я понимаю, что у компании «Сочи жилсервис групп» есть лицензия. Но покажите мне, что дом, на который вы претендуете, по этой лицензии записан за вами. Я такого документа пока не видел. Поэтому, в принципе, не имею оснований кому-то взять и просто отдать дом. Меня жильцы не поймут. Пока суд запретил передачу каких-либо документов руководству компании «Сочи жилсервис». Запретил данной организации производить и начисление платежей за обслуживание общего имущества дома. Разбирательства вокруг жилого комплекса «Парк Горького» дошли и до городских властей. Накануне с собственниками квартир встретился глава центрального района Андрей Терещенко. Управляющая компания «Парк Горького» имеет лицензию. В ней, в реестре данной лицензии данный дом указан. Соответственно, на сегодняшний день, так или иначе, эта управляющая компания здесь на правомерной почве. Те действия, которые были сегодня здесь, они пока еще не имеют никакой правовой основы. Жители в суде могут уточнить свои требования исковые, откорректировать. Также жилищное законодательство предусматривает, если протокол общего собрания, который уже состоялся в августе, где-то под делом, то жители в суде, суд это может выявить по требованию жителей. И это уже уголовно наказуемое деяние с 2016 года. Сегодня план нежданных гостей не увенчался успехом. Окончательного решения сочинцы ждут от прокуратуры и госжилинспекции. Инга Габеши, Адемий Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и продолжаем выпуск. В субботу во всех поликлиниках в Сочи пройдет День здоровья. С 6 по 9 октября проводится всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний под названием «Соль плюс йод IQ сбережет». Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с питанием. В Сочи в рамках акции во всех поликлиниках, а также в Центре здоровья 8 октября все желающие смогут пройти скрининговое обследование и консультации врачей-эндокринологов и терапевтов по вопросам йододефицитных заболеваний. Спортсмены со всех регионов России и Республики Армения собрались в Сочи. На базе Южного федерального центра спортивной подготовки стартовало открытое первенство города под Хэквондо на Кубок Черного моря. Такое соревнование проводится впервые. Побороться за Кубок Черного моря приехали более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет. Они представляют разные регионы страны. Участие принимает и команда Армении, в составе которой основной костяк сборной этой республики. В общем, большинство тхэквондистов уже являются призерами первенства России. Алан Гегия представляет команду Сочинской детско-юношеской спортивной школы номер один. Недавно он получил звание чемпиона Краснодарского края по тхэквондо. Последнее соревнование первенства России. Там я выиграл два боя и третий, к сожалению, проиграл в Самарской области. На этих соревнованиях я буду показывать пумсе и свои выступления. Я надеюсь, что я смогу выиграть на этих соревнованиях. Пумсе – это основная базовая техника в тхэквондо, но владение им необходимо каждому спортсмену для совершенствования своих умений в этом виде спорта. Соревнования в этой технике и спарринге будут проходить на корте крупнейшего спортивного центра на юге страны «Югспорт» два дня. Завершится первенство 8 октября. Победители и призеры турнира определяются в каждой весовой возрастной категории. Командный зачет считается по сумме набранных баллов. По итогам турнира участникам присваивается первый спортивный разряд. Они будут на следующий год отбираться на первенство России, которое будет проходить в регионе России, в Белгородской области. На будущий год соревнования будет еще масштабнее. Планируется участие около тысячи спортсменов. Приедут многие иностранные команды. Кроме того, этот турнир хотят включить в ранг всероссийского, чтобы победители могли получить звание кандидатов в мастера спорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Русские горки встречают Кубок и Чемпионат России по прыжкам с трамплинов. В соревнованиях примут участие лучшие летающие лыжники страны. Всего в море выйдет около 200 яхт. Гонки чемпионата будут проходить на трех дистанциях. На желтой или скоростной будут гоняться спортсмены классов Накро 17, 49 и 49 FX. Зеленая дистанция предназначена для швертботов ФИН, 470, лазер стандарт, лазер радиал. Также будет работать отдельная дистанция для виндсерферов класс RSX. Организаторы отмечают высокий профессиональный уровень яхтсменов. Среди них обладательница бронзовой медали прошедшей Олимпиады в Рио Стефания Илхутина, участники Олимпийских игр Павел Сазыкин и Денис Грибанов, Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева, Сергей Комиссаров, а также заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса. Профессионалов и любителей парусного спорта ждет эмоциональная и интересная регата. В Сочи пройдет чемпионат России в олимпийских классах яхт. В парусном центре Югспорт сильнейшие яхтсмены страны будут бороться за звание чемпиона с 7 по 13 октября. Сегодня у мужчин и женщин официальная тренировка, а сами же соревнования на трамплинах Югспорта начнутся с завтрашнего дня. На старт выйдут члены сборной России и лучшие представители регионов страны. Среди них Ирина Авакумова, Софья Тихонова, Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Владислав Бояринцев и Евгений Климов. Сильнейшие летающие лыжники страны сочинскую трассу считают самой сложной, поэтому результаты чемпионата страны станут важным показателем для тренеров. По итогам сочинских соревнований будет сформирована сборная России по прыжкам на лыжах с трамплинов. К слову, вход для зрителей свободный. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok